Учебный год подходит к концу. Оценки получены, классы приведены в порядок. Самое время задуматься о том, как провести летние каникулы. Самый популярный вариант для школьников – детские лагеря. 3 июня в 12 химкинских школах откроют лагеря для детей от 7 до 15 лет с досугом и четырехразовым улучшенным питанием. Они появятся в каждом микрорайоне округа и примут 1210 детей. Для ребят проведут экскурсии по городскому округу, организуют спортивные и развлекательные мероприятия. Также на отдых в оздоровительный лагерь «Дружба» в город Евпатория за счет субсидий муниципалитета отправят порядка 150 детей. Запись ведут через портал госуслуги. Отдохнуть можно не только в лагерях. Каникулы юные химчане могут провести с интересом, а главное – познавательно. В парке имени Льва Толстого им предлагают не только прогуляться. Здесь можно покататься на аттракционах – вальс, лебеди, различные веревочные городки. Там красивый фонтан, много всего интересного. Мне там очень нравится. А для особо любознательных – музей, где выставляют свои работы художники и скульпторы. Есть еще постоянная экспозиция о первом параде победы в Великой Отечественной войне. Музейный комплекс в парке Толстого бесплатный и открыт для всех желающих. Музей я первый раз, мне очень понравился. А что нового для себя ты здесь узнал? Ну, больше информации про Великую Отечественную войну, узнал больше картин, увидел фильм. А в Подресково – современный парк с детскими площадками. Появился недавно, но уже пользуется популярностью у юных химчан. Дорожки для прогулок, прокат роликов и самокатов, место для фотографий и зона с качелями. Также и в парке Дубки – огромная площадка, пруд, горки, качели. Отличное место для активных школьников. На всей территории округа работают парки и зоны отдыха. Насладиться ими может житель каждого микрорайона Химок. В шаговой доступности развлечение найдется от самых маленьких химчан до пенсионеров. Продолжение следует...